Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой неделе. Собственно, друзья, на этой пятидневке мы с вами замыкаем ноябрь. Вступаем, по сути, в заключительный месяц этого года, который будет приправлен еще рядом важных событий. И основной из них, как вы помните, это повышение процентной ставки со стороны американского регулятора. Мы на это событие настраиваемся очень давно, потому что, говоря про перспективы доллара, пожалуй, это единственное, что может помочь американцу сейчас нащупать почву под ногами. К сожалению, несмотря на ожидания, которые присутствовали в конце прошлой недели, доллар не смог справиться с тем давлением, которое на него было оказано. не смог отличиться восстановительной динамикой, существенной, переломной. Не смог поддержать нам настроение, как покупателям доллара. А без роста американца, разумеется, друзья, мы не смогли дождаться реализации, опять же, идеи слабости и рисковых активов. Ну, вот единственное, что фунт у нас был на стороне тех идей, которые мы рассматривали через покупки британца. Друзья, мы покупали и лишь немного не дотянули с вами до нашей долгосрочной цели 1.34. А сейчас курс пары фунт-доллар находится чуть выше отметки 1.3315. Не хотелось бы, чтобы вот сейчас доллар перехватил инициативу. Давайте со слабым долларом поживем еще какое-то время. Главное, чтобы по фунту сейчас у нас появился еще этот достаточный импульс, чтобы мы добрались до сопротивления 1.34. И пока пара торгуется выше отметки 1.33, вероятность на реализацию этой цели сохраняется. В текущей неделе, друзья, крайне интересно на события, ну, говоря про доллар. У нас и данные по ОВП, индекс расходов на личное потребление, целый модикатор личных доходов, личных расходов пятницы у нас, активность в производственном секторе iSales, так же, как и активность других секторов, индекса разгона инфляции. Это целая куча серьезных отчетов, которые мы будем с вами разбирать в предстоящей торговой сессии. И если среди вас есть еще те трейдеры, которые, так же, как и я, пока не спешат с продажами доллара, тогда остаются у нас еще вот эти оптимистичные ожидания совместные, когда, ожидая и настраиваясь на позитивный фон и сильную статистику, мы можем дождаться, опять же, локального импульса роста доллара против основных оппонентов. Ну, в частности, доллар мы с вами анализируем по паре доллара и японская иен. Этот локальный импульс может быть конвертирован в нечто большее. В плане роста, конечно же, и движение хотя бы в районе 114. На этом уровне более-менее безопасно, спокойно, потому что это тот самый уровень в преддверии декабрьского повышения процентной ставки, на котором мы с вами, наверное, так же, как и другие трейдеры, абсолютно будем уверены в том, что есть еще высокая вероятность тестирования и сопротивления 115 иен против доллара. Помимо американца у нас будет хватать отчета по еврозоне, в частности, мы на этой неделе разбираем с вами очередной отчет по индексу потребительских цен. Помимо этого у нас еще и канализ будет в центре внимания в пятницу. Это статистика по экономическому росту и по рынку труда. По фунту тоже довольно интересный отчет. Важная статистика – это активность в производственном секторе. То есть традиционно у нас три сектора, которые мы анализируем перед оценкой уже экономического роста. Производственный сектор в пятницу. И через неделю будем разбирать строительство и сферу услуг, параллельно следя за тем, как идут переговоры по Брекзиту. Очень важная дата – это следующий понедельник, 4 декабря, потому что это конечный, скажем, отрезок времени. Это тот самый момент X для Англии, который был обозначен Европейской комиссией, еврозоной, чтобы Англия предложила какие-нибудь, опять же, требования, которые устроили бы, разумеется, переговорщиков из Европейского Союза. Потому что, как ни крути, но все хотят, чтобы эта ситуация сдвинулась с мертвой точки. Все хотят, чтобы хоть какой-то свет в конце туннеля появился по бракоразводному процессу, как мы его называем. Есть еще по-прежнему оптимистичные ожидания, потому что эти ожидания базируются на комментариях непосредственно Терезы Мэй, которая готова обозначить позицию того, что Англия может заплатить Брюсселе, ну, скажем так, Европейскому Союзу больше той суммы, которая обсуждалась ранее. А именно вот эти отступные, как еще многие говорят, откат Англии за выход из состава Европейского Союза, это тоже очень важное событие, потому что переговорщики из Европейского Союза уже неоднократно отмечали, что только после того, как Англия вспомнит свои обязательства, ну, и, по крайней мере, признает, что это нужно сделать, они готовы тоже идти на определенные уступки. Поэтому запомните эту дату, 4 декабря, тех, кто торгует британцем, это очень важный день, потому что в этот день, ну, может быть, даже раньше, на этой неделе мы с вами точно будем уже знать, где дальше можно ловить британскую валюту. Не ставлю я какие-то заобличные цели, там, 1.35, 1.37, есть даже ориентиры от ряда инвестиционных банков на 1.40, я думаю, что можно руководствоваться пока скромными значениями, 1.34 мы поднимались к этому уровню с очень таких придонных значений, поэтому, в принципе, уже текущие котировки, которые мы наблюдаем, они должны сопровождаться хорошим профитом по длинным позициям, но это еще не тот результат, который хотелось бы закрыть. Поэтому я лишь прошу, друзья, не отказываться от идеи покупки фунта, ставить на сохранение этого ориентира, этого направления и тоже поддерживать хотя бы вербально эту инвестиционную идею совместными усилиями, я уверен, мы сможем затащить британца к тому значению, которое нам необходимо. Ну и, конечно же, возможно, еще более интересное событие для участников финансовых рынков это все-таки заседание ОПЕК, особенно интересно для тех активов, которые очень сильно, скажем, зависят от стоимости на энерго сырье. Прежде всего, я имею в виду российскую валюту, за которой мы следим, я имею в виду также и канадца, который как инструмент рынка Форекс является частью нашего ежедневного анализа. Заседание ОПЕК 29 ноября, то есть в эту среду, в течение всего дня, кто-то считает то, что первые результаты, может быть, даже более важные стоящие уже могут появиться в среду, кто-то говорит то, что прямые официальные заявления будут сделаны только в четверг, то есть 30 ноября, как и ожидалось ранее. В любом случае, к этому событию мы уже готовы, мы следим за тем, что происходит внимательно. Опять же, фильтруя новостной фонд, который касается заседания и потенциала продления действий иноритического пакта, я, взявший на себя обязательство снабжать вас всей информацией, разумеется, и делаю это за дня в день в 9.30, напоминаю, друзья, это у нас прямой эфир через приложение Перископе. Те, кто еще не знает, смотрит записи только на канале на YouTube, вы можете раньше знакомиться, опять же, с основными событиями прошлого дня, присоединяясь к нашему обзору уже в режиме Real Time Moonlight. Ну, а для тех, кто все-таки, может быть, считает то, что время неподходящее, понимая то, что для многих уже начинаются самые настоящие трудовые будни, и, конечно же, смотреть видео в прямом эфире, которые иногда затягиваются, тоже, прошу прощения за это, не совсем удобно. Канал на YouTube – это тоже основной, скажем, инструмент нашей коммуникации с трейдерами. Если все-таки в прямом эфире не всегда удобно присутствовать, тогда, друзья, не забывайте просматривать хотя бы записи. Ну, давайте поговорим про нефтянку. Нефть в целом, бренды WTI закрыли очередную неделю ростом, уже третью неделю подряд по счету, 63.34 котировки, на закрытие 63.45, то есть еще выше, мы наблюдаем активы сегодня. Как и всегда, я делаю акцент на два фундамента, которые, с одной стороны, равносильны, а с другой стороны, есть больше сторонников у людей либо покупки, либо продажи нефти. Вам нужно поделиться, друзья, если вас интересует мое мнение, я его не перестаю повторять. Я рассматриваю нефтянку с точки зрения СЭРО, потому что вижу для этого больше оснований и фундаментальной поддержки. Если говорить про рост, который мы наблюдаем сейчас, то этот рост базируется только лишь на статистике по запасам, которые, как вы помните, по данным администрации аналитической информации за прошлую неделю снизились. И якобы та статистика, которую мы анализировали от данного ведомства на прошлой неделе, может выступить еще одним сигналом либо призывом к действию непосредственно участников аналитического факта по соглашению. Поэтому рост, подавляющийся в своей части, он базируется на ожидании, что вот в этом среду представители соглашения, участники, ключевые нефтеэкспортеры, примут решение о продлении действия этого пакта до конца 2018 года. В текущей версии этот договор растекает в марте. Мы пришли к выводу о том, что соглашение нужно продлевать. Почему? Потому что на рынке существует угроза. И это угроза, связанная с ростом активности американских производителей, которые действительно из недели в неделю, из месяца в месяц только отстаивают. Практически того, что в Штатах будет добываться нефтянки все больше и больше. Соответственно, друзья, я напоминаю вам про цифры, с которыми мы работали на прошлой неделе. Изо дня благодарения у нас эти отчеты вышли чуть раньше. То есть статистика по недельному производству. Плюс 13 тысяч до 9,67 миллионов. Что касается отчета Baker Plus по количеству нынешних терминалов, вы помните, что плюс 9 единицы. И рост числа платформ до 737. Не забывайте про прогнозы того же самого агентства, администрации, вещественной информации на декабрь. Не забывайте, что планируется поднять планку по добыче чуть ли не до 9,7. Я думаю, что под конец этого года все-таки мы увидим цифру повыше. Не забывайте про прогнозы Международного энергетического агентства, которые считают, что штаты уже в первом квартале займут место номер один по производству нефти и нейтрализуют текущее уже соглашение о потенциальном продлении действия пакта до конца 2018 года. То есть Международное энергетическое агентство, они уже смотрели наперед и прикинули, что может произойти с рынком нефти, если соглашение будет продлено. Так вот, конечно же, были бы серьезные структурные сдвиги, если бы производство нефти США снижалось. Но мы работаем с совершенно другими показателями и понимаем, что тех усилий, которые сейчас обсуждаются со стороны ОПЕК, их недостаточно, даже при условии продления сделки. На настроениях рынок пока растет. Почему? Потому что до сих пор есть еще оптимисты, считающие то, что в этот раз ОПЕК будет более решителен. И помимо того, что сделка будет пролонгирована до завершения 2018 года, могут уже переначать и квоты по добыче, либо обозначить готовность снижать в любой момент объемы добычи. Я такую позицию не разделяю. Вижу то, что пока спекулятивный интерес к покупкам, конечно же, более значительным, более существенным. Но все-таки я склоняюсь к пользу продаж, потому что рано или поздно рынок должен осознать тот факт, что, опять же, угроза в виде США, она для рынка более существенна и значима. Игнорировать ее будет уже все менее возможно. А поэтому я рассчитываю на возобновление коррекции распродаж, которые могут произойти довольно-таки внезапно. Потери для рынка нефти могут превысить 5% за очень короткий промежуток времени. Считаю то, что эта неделя у нас самая настоящая кульминация для нефтянки. Либо мы получаем сверх, скажем, нормы позитива и растем уже в район 70 долларов за баррель, либо все большее количество трейдеров будет присоединяться к нашей с вами короткой позиции, и мы будем олигироваться на планках 60 долларов за баррель. Рубль 58.37, так же, как и для нефтянки, судьбоносная эта неделя будет и для рубля. Хотя для рубля в любом случае одни лишь горизонты, одни лишь ожидания, просто вопрос, как быстро мы окажемся выше 60 и как быстро достигнем цели 62-63. Других ориентиров нет, лично я их не вижу. Рекомендую вам, если вы все-таки покупаете рубль, надуматься, потому что, как ни крути, но все реалии, которые основаны на фундаменте состояния российской экономики, связь с ценами на сырье и потенциал вообще того, что ослабление кассировок нефти указывают в пользу того, что рубль будет среди аутсайдеров. Евро против доллара. Европейская валюта выросла. Кто-то считает, что евро получил поддержку на сильном отчете по индексу бизнес-оптимизма и бизнес-ожидания от ИФО. В пятницу соглашусь, что статистика была не просто хорошая, она оказалась, по сути, на рекордных максимумах. Это действительно суперпозитив, но хочу добавить свои пять копеек, сделать ремарку, что те данные, которые легли в основу данного индекса, данного индикатора сейчас, они еще не учитывают факт уже случившегося фиаско партии Меркель. То есть не смогла нам договориться с свободно-демократической партией. И сейчас, как вы помните, по-прежнему на распутье политический режим, либо формирование правительства меньшинства, либо все-таки удастся убедить заинтересованные стороны, кто ответственный за принятие решений, необходимости проведения еще одних парламентских выборов. Переговоры продолжаются. Партии пытаются стабильировать новые политические союзы, но пока мы не говорим про какие-то результаты, про какие-то выводы, мы говорим лишь про факт неопределенности. Пока что он не очень, конечно же, дистантируется в оси евро. В понедельник вроде бы как были созданы для этого хорошие ожидания. В прошлое, когда евро провалился буквально на первой торговой сессии, но потом евро очень быстро выкупили. И здесь я даже больше связываю ту динамику, которую мы видели по евро, не с поддержкой фундамента, статистики, а с исключительной слабостью доллара, который реально провалился, потерял в стоимости, потому что был крайне разочарован содержанием протоколов последнего заседания американского регулятора. В этот четверг, я уже отметил, друзья, ждем данные по инфляции, осмотрим за показателем индекса потребительских цен и пытаемся предположить и представить, что будет с монетарной политикой дальше. Соответственно, если индекс потребительских цен снова снизится, я думаю, что для европейской валюты, еще на фоне, если и доллар вырастет, получив поддержку от сильных отчетов, именно исходя из национального фундамента, евро так и не сможет достигнуть планки 1.20 и снова войдет в базу коррекции и консолидации. Фунт против доллара растет, пока не хочется тоже накаркать, хотя бы здесь будет добраться до нашей цели 1.34. Напоминаю, что сейчас в центре внимания трейдеров переговоры по брызду, новых дополнительных новостей пока что нет. По статистике, в пятницу нас ожидают данные по индексу производственной активности. Будем следить за этим отчетом. И каждый раз, когда у нас сейчас выходит стоящий релиз непосредственно происхождения по Британии, у нас с вами должно быть четкое представление о том, что может случиться именно с монетарной политикой. Это очень важно, потому что монетарный курс – это скорость повышения процентных ставок. И это вообще характер режима, который будет проводиться. Друзья, не забывайте про очень простые, кажется, взаимосвязанные параллели по Англии. Это проблема крайне высокой инфляции. И мы знаем инструменты, которыми эту проблему можно решить. Не будем отдаваться подробностей по тем действиям, которые будет приниматься банком Англии. Просто знайте, что высокую инфляцию, ее можно погасить только более дорогой валютой. Полагаю, что Ухун тоже чувствует это. И именно поэтому уже идет повыше тех уровней, на которых мы наблюдали британцы против доллара несколько недель назад. Цель, напоминаю, 1.34. Доллар и японская иена резонируемо все-таки еще от последних протоколов. К сожалению, рынок воспринял их исключительно как протоколы с мягким подтекстом. Но признаю то, что в этот раз представители американского регулятора сделали очень много акцента на проблематику низкой инфляции. И мы немножко развили эту тему. Если снова акцент на слабое значение потребительских цен, значит, вероятно, при неизменности настроения и такого подхода со стороны голосующих членов ФРС, темпы повышения процентной ставки в 2018 году могут быть не такими скорыми и быстрыми, как хотелось бы. Но снова напоминаю, друзья, 2018 год он еще не наступил. Нам нужно закрыть ноябрь, то есть эта неделя, и нам нужно с вами отторговать декабрь. Нам нужно пережить предстоящее заседание ФРС и отработать решение по, скорее всего, как я уже отмечал, около 100%, наверное, можно так сказать, повышение процентной ставки. И не отреагировать на рост ставок к доллару будет совершенно непростительно, друзья. Я надеюсь, что те, кто сейчас ждет какой-то суперкрутой позитив, это прекрасная возможность все-таки отработать длинные позиции и толкнуть американца по лучшее текущих значений. Сейчас у нас котировки по доллару и японской иене 111.38. Это чуть ниже, чем мы замыкали прошлую торговую сессию, но это все равно не на столько критические уровни, когда мы должны отказаться от длинных позиций и признать тот факт, может быть, лаками рыночный, послуж, что доллар уже активно валится вниз. Пока длинные позиции лично я сохраняю. Австралиец против флаг доллара. Собственно, текущие котировки находятся на уровне 0.76-0.2. Цели вы все прекрасно помните. Мы ждем планку 0.75 и продолжаем отыгрывать прежние решения Резервного банка на Австралии по сохранению исключительно мякой монетарной экономической политики. Не буду снова повторяться, какие комментарии были сделаны и на что было уделено больше внимания. Если у нас будет повод послушать проще представителей Резервного банка Австралии далее, я, безусловно, сделаю это. Но надеюсь, что вы вместе со мной ставите на важность сохранения мягкой экономической политики, удержания ставок низким и, соответственно, на слабости австралийца. Доллар-канадец уже в двух словах в начале брифинга отметил, что в эту пятницу мы с вами ждем показатели экономического роста и данные по рынку труда. Сразу хочу сказать, друзья, то, что ожидания по статистике не самые радужные и мы помним, с чем это связано. Это связано с низкими показателями розницы, то есть резким замедлением падения потребительской активности из-за той ситуации, которая случилась с обменным курсом, то есть резкого укрепления национальной валюты, которая замедлила показатели инфляции. Все это не проходит бесследно, соответственно, по канадцу мы изначально настраивались только с точки зрения села, продажи этого актива, отыгрываем эту идею в паре USDCAD, котировки 1.27.14 и хотим закрыть этот год в непосредственной близости от уровня 1.37. Из важных событий, друзья, сегодня особо выделить нечего. Основные релизы, их будет предостаточно на этой неделе, но они будут опубликованы уже позже. Вот, собственно, предлагаю пока что ориентироваться на первый супернасыщенный день. Это среда, где у нас будет возможность не только поработать с статистикой из США, но еще и с обсуждением и потенциальным решением ОПЕК относительно того, как же еще можно повлиять на текущую ситуацию на рынке, чтобы решить проблему перепроизводства, снизить мировой запас и поспособствовать тому, чтобы котировки нефти дальше росли. Про это мы продолжим говорить, друзья, и завтра, и послезавтра. Я думаю, что интересных, опять же, комментариев будет очень много. И думаю, что рынок на этой неделе порадует нас волатильностью. Самое главное, чтобы эта волатильность не обернулась с какими-то серьезными рисками, поэтому прежде всего настраиваясь на риски и движения, каждую сделку, которую вы будете проводить, друзья, нужно отстраховать, откреплять, ну, как можно более, но адекватно, конечно же, короткими стопами. На этом все. Всего доброго. До свидания.